Здравствуйте! Меня зовут Мурмалёва Екатерина, и я хочу поучаствовать в литературном микрофоне 2020 и прочитать отрывок из произведения Елены Ириной «Четвёртая высота». Бились мы за один хуторок. Целый день бились. Несколько раз занимали и несколько раз отходили. Крепко там немец засел. Пошла вытаскивать раненого. Он лежал около самых немецких окопов. Немцы меня заметили. Решили взять живой. Ползу? И они ползут. А позади меня огневую пулемётную завесу дали, чтобы наши на помощь не пришли. Чё тут делать-то? Назад ползти поздно. Впереди раненый, а немцы берут в кольцо. Взяла я в руку гранату. Дай, думаю, подпущу немцев и гранатами закидаю. Уж если пропадать, так хоть побольше их перебью. Вдруг слышу. Вперёд! Наших! Так я вскочила и к ним. Оказывается, один боец всё время следил за мной из окопа. Он увидел, что моё дело плохо, да как крикнет. Хлопцы! Гулька наша пропадает! И ко мне! Ребята все за ним! Так ударили, что от фашистов одни перья полетели. Хоть их было много больше, чем наших. А от того раненого, за которым я ползла, мне удалось спасти. Он уж беднягой не надеялся. А недавно я ногу обожгла. Во! Ну, всё уже прошло, не беспокойся. Обожглась я так. Во время боя я случайно наступила на бутылку с горючей жидкостью. Бутылка треснула у меня под ногами. И сразу же всё на мне вспыхнуло. Обжигая руки, я кое-как стянула с себя горящие сапоги, гимнастёрку и задоптала всё это. И когда ко мне подбежали сапёры с лопатами, чтобы засыпать меня землёй, я уж натягивала одежду. А вот сапоги никак не удалось надеть. Скорёжились, пропали совсем. Так и пошла босиком прикраем война обе ноги. И только после боя сделала себе перевязку. Вот и всё. А по всей дивизии уже разнеслась обо мне легенда. О девушке, которая в огне не горит. И вскоре кто-то из бойцов сложил об этом песню. В каждой воинской части поют эту песню на свой мотив, но слова одни и те же. Девушка вспыхнула, путь осветила огненной птицей. Летела в бой.